привет мир с вами плейбой атомный и ботик алготик который исправляется в игрушке алготика и т.р. вот как то так стоит отметить что ботик потихоньку стал исправляться сейчас будем подробнее говорить я вы переключил настройках на другой режим где нужно на самом деле писать команды вот кстати вот здесь уже вот это меню помощи нужна подсказка как называются команды да вы видите там некоторые новые команды открылись но это уже увидите все попозже так значит что у нас forward двигаемся вперед есть сюда я думал проходить в начале с поворотом направо то есть он поворачивается в эту сторону двигается задом и тогда бы получилось бы повернуться здесь направо но когда он поворачивается направо в сторону моста он при этом потом съезжает вниз назад поэтому пришлось по-другому делать forward теперь left видите здесь уже не стандартные заготованные команды а я пишу название команд активейт по моему так называется команда и на самом деле нужно поднять сейчас вверх потому что вначале активировать а потом повернуть налево все forward backward я еще не обладаю слепым методом печати на английском языке у меня на канале есть прохождении игрушки baby type я считаю это лучшая игрушка по обучению именно слепому методу печати скоростному то есть когда не смотришь на клавиатуру смотришь только на монитор и автоматически печатаешь да а форвард и по моему еще раз тренирует смотрю сэкономить пока ничего не получится так вот продолжаю раз про baby type то есть соответственно лучшая игрушка и конечно я уже на русском языке умею печатать слепым методом и больше половины ну фактически две трети на английском изучил надо еще дорабатывать что-то я пока подзабросил вот поэтому для программиста конечно слепой метод печати скоростной очень нужен а вот эта планочка вверху вы видите со стрелочками на самом деле если на вентиль какой-то нажимать то будет поворачиваться уровень это то чего не хватает лайт боту поворот и осмотр уровня с разных сторон даже возникла идея как-нибудь взять и создать лайт бота в 3d но для этого нужно разбираться с unity много программировать а мне программировать интересно только в играх в реальных программах не получается настроить я там пытался 2d графику настроить sfml с помощью такого вот набора библиотеки набор для 2d графики игр так он тупо не настраивался и меня это разочаровал и зачем все так активы я забросил activate да кроме того есть же визуальное программирование которое типа хочу все как сделать вот но никак руки не дойдут никак не начну делать пока играю в разные игры по программированию меня это и прикалывает разного уровня от вот такого визуального до уже более сложного программирования там допустим колобот или элс хардбрейк разбить сердце теперь бэкборд а стоит сказать кстати что вот я критиковал алга алга ботика но я стал больше смотреть в сети первую версию версия 1.0 конечно было значительно лучше чем это потому что во первых у версии 1.0 вот кнопочки break run они вот здесь располагались то есть не надо было искать на самом ботике здесь нажималась интуитивно все понятно было кроме того там были более простые уровни начали они были покрасивее и самоуправление и написание команд тоже было более логичным я не знаю почему в новой версии все стало хуже вот я этого не могу понять почему так происходит нет давай бэквард вначале бэквард отлично потом активейт затем фор есть есть и еще раз активейт 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 я пробовал другие игрушки по ускорить по развитию слепого метода печати на английском языке но все вот эти специализированные игрушки они оказались хуже чем бэби тайп причем значительно хуже у них другая метик методика обучения она напрочь хуже чем у бэби тайпа вот так вот советская игрушка казалось бы заказана в восемьдесят девятом году сделана в девяносто первом издана в девяносто втором и до сих пор она остается лучше на канале есть прохождение и можно запускать прямо в онлайне без установки и расширять на весь экран вот вот так сделали советское качество компьютерных игр так давай backward отлично а куда right turn right turn right а на самом деле я просто немножко видел этот уровень вы поняли что я прошел несколько дальше потому что нужно было показывать как проходить уровень и здесь вот назад то есть поворачивая направо и и сейчас нужно будет прыгать джамп затем два раза right и еще раз ч на самом деле вот смотрите алкоботик он стал даже исправляться во первых вот здесь кнопочка брейк который удобно может заново восстановить положение бота чего не хватало это просто не замечал и она во вторых можно печатать команды в этом есть свой плюс конечно здесь бы еще визуальные иконки расположить этих команд но на печатание команд вместо их просто расположение это как бы промежуточное звено между визуальным программированием и программированием уже более реальным да джамп джамп есть еще раз right отлично и for want давай вот новую команду дважды у на самом деле 1 что она начинает сосчитаться с нуля поэтому нолик это единица единица эта двойка дебильное программирование ну в программировании такая традиция она я считаю дебильная и здесь ее поддерживают но тем не менее надо же показывать людям что существует вот такой дебилизм программирования отлично и форвард дважды есть сохранил команду я прошел получается вторую главу и переждем к третьей главе видите тут тоже до 6 уровня дошел погнали значит что здесь происходит ну давай сразу а давайте уже нормально я веду вернусь комнату сейчас покажу настройку за одну которую я делал хорошо сейчас прямо много раздают игр можно брать бесплатного допустим бар у меня в списке желаемых там или он жалко по программированию чего детский смартфон режим здесь когда мы его включаем то тогда не надо уже печатать просто вводятся команды по-простому сейчас собственно я это и сделаю там какой-то трупик лежал блин ну реально заменить вот вот эту менюшку на что-то вменяемое было бы нормально музыка конечно здесь вот смотрите ботик стал из изменяя ну меняться а музыка например здесь реально классно смотрите что произошел под подобрал и при каждом движении еще запускается улитка отлично брейк начиная сначала forward backward откатывается потом turn right поворачивается направо forward turn left forward все должны победить то есть каждый наш на каждый наш ход отвечают улитки своим ходом поэтому так вот победа вот визуальный стиль и музыка здесь реально классно здесь уже давалась как раз команда forward x вот она forward x и здесь ползунок сколько вперед сколько назад так это как это 2 2 уровень 1 единичка называется но на самом деле 2 вернусь я снова поставлю красивый режим мне он нравится просто как-то чувствую что вроде программирую больше прямо себя более умным чувством есть еще отличные тренажеры по программированию рекомендую всем пройти на андроидах есть если у вас нету самого планшета можете установить симулятор андроиду стресс блуз такс и через него играть изучать вернее это соло лорн там получается даются готовые задания этом просто вписываешь элементарно код и если что-то хочется разъяснить посмотреть там есть маленькие уроки буквально на две минутки на каждое задание очень легко очень удобно и потрясающе программируется еще сертификатик дают конечно же это приятно так forward погнали раз два три значит два будет устанавливаться потому что здесь на единичку меньше следующая команда turn пожалуйста right поворачивайся направо и форвард раз два три четыре пять шесть семь значит шесть форвард шесть все запускаю отлично вот так вот проходится все память не сохранил к сожалению так здесь я проходил каким образом черно райт поворачивать сразу направо затем форвард вперед иду затем а черно лев поворот налево затем форвард форвард это сторона то есть раз два три на три но значит это на два здесь на единичку меньше всегда нужно указывать это особенность программирования ее нужно помнить иначе плохо все получится так черно лев теперь повернулся налево форвард чин лев форвард форвард вот так вот все запускаю должно все работать хорошо да гусеничка поползла сюда я соответственно развернулся и направился в другую сторону гусеничка развернулась она буквой s ходит змейкой такой отлично правда никакой памяти не сэкономил сейчас память прямо стала сложнее экономить вот этот уровень конечно вообще смотрите какой жесткий правильно и вначале я думал каким образом пройти вот так сюда сюда потом вот здесь но смотрите за раз два шага вот это вот гусеничка на делать раз два и она уже сюда идет на третий то есть выбрасывает поэтому не получать смотрите здесь подошел повернулся два действия подошел 34 повернулся и она раз два три повернулась четыре уже сюда стало все не получится пройти поэтому на самом деле правильное движение бэквард назад потом повернулся райт направо все и джамп эта игрушка создана студентом а как дипломный проект и на самом деле молодец он что сделал дипломный проект такой единственное откатиться бы к версии первой версии его дипломного проекта и если бы он слышал то конечно чтобы поправил бы управление в своей игре это прямо очень сильно мешает особенно начало когда поймать вот в версии 10 там по очереди было рассказано привет я алга ботик да а мной можно управлять с помощью команд такие-то такие-то есть команды добавить и команды и потом он рассказывает что эти команды повторяются в цикле сидит то есть все пошагово разжеванно клёво почему во второй версии все стало хуже для меня загадка может вы сможете фо орд дать ответ мне почему ну так так теперь черн райт направо насколько я помню потом фо орд но у нас что подожди еще раз фор орд фор орд орд есть затем а ч райт еще раз направо и и а и и раз и два три 4 до 4 нужно фор орд на 4 надо было бы написать но на самом деле на 3 орд 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 и орд орд и орд и орд и орд и Садим. Двигается. Ааа, улетели. Так. А на самом деле здесь я знаю, что нужно. Здесь надо добавить две команды. Backward. И forward. Где поставить перед поворотом на... Перед вот этими действиями. Все. Теперь все получится. Лугоботик вперед. Он двинулся назад. Прыгнул. Кстати, если вы знаете более эффективные алгоритмы, то, конечно, давайте, пишите. И если кто знает, как откатиться к первой версии, тоже напишите. Возможно, я пройду еще первую версию. Отлично. Все, улитка прошла. Налево. И победа. Две памяти сохранил. А вот тут уже прямо очень интересно становится, да? Значит, что у нас? Forward дважды. Forward. Единичка. Потому что с нуля начинаем счет. Я все время это повторяю, чтобы не... Потому что запутывается, да? Я говорю forward, вперед на два шага, да? А в кавычках пишу один. Это программирование, оно разработано специально шифровальщиками военными. Оттуда пошли все традиции, чтобы враги не могли понять, что делает этот код. Не могли нормально работать с программами, получается. Ну, скажем, если Советский Союз украл программы США, чтобы не могли нормально запустить и программы, и пользоваться этими программами. Вот много таких ухищрений было. И начиная счет с нуля, это одно из таких ухищрений. Так. Активы. Просто надо понимать, что есть такая традиция, счет с нуля, и, соответственно, когда я ставлю единичку здесь в кавычках, это подразумевается, что два действия на самом деле. Хотя, да, очень сбивает. И когда вы думаете о том, что почему программирование так сложно, и начинаете думать в ракурсе, а как бы сделать так, чтобы это было сложнее, становятся понятными многие вещи в программировании. Вот прямо супер подсказка. Если вы в чем-то в программировании не можете разобраться, все это, вы начинаете думать, а как это сделать, чтобы это было сложнее. То есть, это какая-то простая вещь, которая переусложнена. В таком ракурсе и многие вещи понимаются. Так, давай backward. Один backward. Один раз. Отлично. Turn right. Turn. Right. Forward 2 не может быть, просто forward на 1. Activate. И backward 2. Backward 2. Вот так вот. Все. А здесь, короче, не получится, потому что я думал, каким образом бы сэкономить, но не получится никаким образом сэкономить. Потому что надо backward 2 делать, а там один только. Подожди. А, у меня здесь вот что неправильно. Backward 2. Видите, попался на эту. Надо 2 раза назад сделать. А я указал 3 раза сделать, потому что надо на единичку меньше. Все. Теперь нормально. Видите, как программирование. И таких, понимаете, таких замуток в программировании, ну, десятка, два или три. И каждую нужно помнить, понимать, поэтому очень тяжело читать код. Проще уж наш код понимать. Блин, хочу все найти. Книги и программы, компиляторы для R-схем советских. Для Бурана разрабатывался язык программирования визуальный. Не дракон, а R-схемы именно. Госты я нашел, но, к сожалению, я не могу найти серьезных книг по этой тематике. Очень интересно. Forward. Так что, детки, если кто-то из вас знает, вот у детей спрашивают, такое вообще клево. В детской игрушке по программированию. Просто блеск. Так. Потом Активейт. Активировать. Бэквард. 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 Тоже единичка. Затем Форвард. Единичка. Терн Райт. И Форвард. Все, вот так вот. Выполняется. Поехали. Настал сюда, активировал, открыл дверь. Теперь выехал задом в телепорт, прыгнул на вот эту штучку, повернулся и ушел. Четыре памяти сэкономлено. Четыре памяти сэкономлено. Опаньки. А вот это вообще жесть. Видите, какая жесть. Ну что здесь, раз, два, три, четыре, форвард. Это точно. Форвард. Четыре, но так как четыре, а здесь надо на минус одну, меньше указывать, то форвард три. Бэквард. 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 Так и сказал. Есть. Это он телепортирует. Бэквард. Два. На одну меньше. Это он подойдет сюда. Потом. Turn. Повернись налево. Left. Форвард. На два надо вперед, поэтому я указываю единичку, потому что на единицу меньше. Программирование. Дальше куда? Turn right, наверное. Turn right, и раз, два, три. Forward три, но на самом деле, ну то есть два надо писать, потому что минус единичка. Activate. Давай пока посмотрим, что получается из этого всего. Вот, выполняют forward три. Backward. Ага, break. А куда? Activate один делся. Activate. Или я просто сказал, но не сделал его, да? Вот здесь вот activate, все. Есть, прыжок назад. Активация. Активировал. Ворота. А че он стоит? А че он стоит? Подожди. А, актив-то я неправильно написал. Ак. Ти. Вейт. Вот. Все, вот теперь правильно. Активировал. Активировал ворота. Есть. Так. Значит, здесь forward просто и еще один forward. Forward. Вот так вот придется. и здесь исправить. Нет. Ну, давай исправляем. Без команды. Все. Запускаем. Подожди. А куда делся другой forward? Forward. Вот. Вот так вот. Это специально сделано-то. Так. Activate. Назад на 2. Правильно. Абсолютно. На самом деле, 3 действия. Forward. Есть. Есть. Давай-ка вот здесь не forward 2. А. Раз, два. Раз, два. Бэквард 1. Бэквард 1. Бэквард. Один. То есть, на самом деле, это два действия. Но будет. Как оно, да? Потом. Раз, два. Три, четыре, пять. Forward 5. Минус 1. На 4. Движение. Есть. Activate. И раз. раз-два-три-назад backward не 3, а 2 turn left и forward 1, да, получается? forward потому что надо сделать два действия поэтому единичка ну что запускаю, смотрю, что с колоботиком выходит так, да, он прыгнул сюда, активировал теперь телепортируется вот сюда вверх, поворот идет специально пропустил гусеничку назад активировал ее так, что здесь активировал подъем вот это очень плохо а где подъем активировался я не понял давай еще раз запустим да, там все правильно сделано ага, через телепорт нужно попасть так, это надо будет думать, но это уже в следующем эпизоде на этом все пишите свои комментарии рекомендуйте еще какие-то обучающие игры которые можно поиграть и пройти ну и с вами был плейбой атомный только революция только победа а и и Субтитры создавал DimaTorzok